и это снова магические шахматы и я хочу попробовать еще одну сборку эта сборка будет небесные стрелки монастырь света поддержка и кто то еще и призыватели опять мы играем без линенка который тут очень полезен будет ну что поделать мне осталось на фарм еще 10 тысяч они на это не падает абсолютно и сразу с самого начала мы получаем синергию небесных на второй уровень и меня это не может не радовать вот если получим фарик поставим получим у нас три света это тоже приятно кстати помимо этого у нас еще будет сборка эрудитов но пока что наблюдаем смотрим так сразу берем магическое проникновение ставим на заско так что у нас тут падает замечательно дикий рафаэль просто прекрасно ставим рафаэль q получаем у нас три света конечно вместо лукарды мне нужно будет брать рейнджера но пока что и так неплохо кстати по поводу мозг его нужно продать он мне нужен наблюдаем рафаэль у нас хилит союзников поэтому это будет довольно приятная вещь помимо этого я хочу немножко разобраться в построении персонажей потому что в некоторых моментах я из-за этого проигрывал так как у меня было неправильное построение вот поэтому нужно будет потихонечку потихонечку разбираться и скорее всего я начну следующем ролике а может быть и не следующим не знаю но в скором времени скажем так итак мы получаем еще одну рафаэль q это приятно ожидаем ожидаем ждем следующую партию копим золото посмотрим что у нас собирают враги убийцы эрудиты империя так трое без синергий нет двое киборги вот юмарта я не успел посмотреть ну что ж мы побеждаем таком побеждаем милиса ахте знаете по моему мы не побеждаем миньоны заска не не затащат ладно мы проиграли милисте а кого она собирает она собирает империю ну конечно не факт на империю собрать но пока что я вижу не только империю так тут у нас тут у нас выпадает керри это прекрасно это прекрасно но пока что мы ее не ставим никуда отставим в сторону она нам приходится немножко попозже кстати по поводу вот тоже дальний стрелок то есть этот стрелок в принципе стоит на месте и довольно хорошо вносит урон поэтому я и говорю что нужно будет разобраться в построении это довольно полезно у нас сразу выносит заска его миньонов мартиса ну короче мы проигрываем конкретно мы против ахилла он собирает убийц империю ну да на начальных этапах они неплохо так справляются против убийц хорошо ставить всех в угол в плане того что убийцы за спину в основном прыгают а за спиной у меня чаще всего стоп кто у нас тут два рейнджера ли аморт ли аморт нам не нужен а вот рейнджера я бы взял на самом деле давайте возьмем рейнджера пожалуй вообще нужно забывать тут собирать персонажей брать чисто предметы потому что персонажи они так и так выпадут а вот предметов на евро очень мало выдается еще одна керри мартис хочу купить место но вот думаю нужно ли стоит или нет давайте заска сюда поставим купим место и стоп не керри нет лучше керри нет выставим так так вот все вот так вот собственно мы сохраняем монастырь света я просто забыл что у нас грейнджер входит монастырь света собственно прощаемся с улкардом он нам больше не нужен у нас остается грейнджер ну то есть у нас остаются все те кто нам нужен поэтому сейчас нужно просто быстро расставить всех персонажей так как они не нужны и дальше носить домах по вот этим вот человечком человек собирает а вот тень интересно он собирает а вот тень без ханаби так ладно тут пока никого не будем трогать значит выставляем мартиса сюда керри керри пожалуй тут оставим в рейнджер нет поменяем их местами вот так вот сделаем вот так и рафаэльку вот сюда вот так думаю так будет лучше мы ну и наблюдаем как наши союзники проигрывают врагам пипец как нас разнесли просто ну конечно не жестоко но весьма весьма неприятно кстати вот этот человек как раз собирает эрудитов и кого-то там еще вот эрудиты бойцы ну да ладно пока что еще не страшно не страшно ап и мартис на второй уровень дикий на второй уровень и нам нужен еще керри еще мартис вселенная нам не нужна еще мартис сколько мартисов значит я бы убрал рафаэль знаете давайте пожалуй поменяем сейчас рафаэль с дикий получаем призыватель и бонус лишаемся монстря света но это не страшно так как против нас магических практически нет а то есть есть единичные персонажи скорость атаки давайте возьмем тут зеркалку а тут крит и поставим на рейнджера короче против нас нету магов соответственно рафаэль не рафаэль а это короче нам сейчас не особо угроза это все представляет так против нас нету магов соответственно можно поменять дикий на данный момент давайте дальше обновлять кто у нас получаем вторую рафаэль замечательно тут у нас никого тут тоже и последнее обновление и тут тоже никого следующие видео кстати я попробую знаете вот тут рандомные составы получаются да я хочу попробовать какой-нибудь рандомный состав собрать посмотреть насколько это вообще полезная фигня и так далее то есть стоит ли ей пользоваться не стоит стоит ли самому думать над этими сборками и тому подобное ну и просто банально самому интересно какие там сборки предлагают мы кстати тем временем побеждаем смотрим что у нас никто не выпадает из нужных обновляем опять видим что никого нет из нужных по 2 на альфы нет рафаэль еще одна надо бы вывести рафаэль ладно в следующем раунде выведем так мне нужен эстас стойка какой эстас диги сан у меня остался получается сан ваксана гатакача сан ваксана гатакача и клауд верно теории верно я хочу посмотреть сколько у меня вообще персонажи стоит 1 2 3 4 5 6 7 а тут ладно сейчас сейчас будет закончиться посмотрим у меня по моему стоит 5 персонажей 5 персонажей это получается нам нужно 1 2 еще 1 2 3 3 персонажа это 8 еще одного не хватает ну ладно мы потом посмотрим кого кого может взять кстати мы проиграли это 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 неприятно так тут мы никого не видим тогда покупаем место выводим рафаэль получаем монастыря света также поддержку оказывается диги у нас не поддержка удивительно вот кстати сейчас бы хорошо что если бы у нас был олень но у нас оленя нету так смотрим как у нас походят бои ну мартис в принципе неплохо танкует но почему-то нашего мартиса быстро выносит где наш грейнджер все вижу грейнджера у него диги кинул бомбу кстати у человека ваксан уже собрана ну да мы скорее всего побеждаем потому что у нас еще заск заск живой керри живая так что мы в любом случае побеждаем и это прекрасно не значим человечку хп с его броней рыбка судьбы грейнджер ну-ну-ну-ну-ну-ну давайте возьмем книжку заберем тогда возьмем убийцу танков хорошо бы место дополнительно взять но я не знаю она мне не особо нет кстати мне дополнительное место нужно чтобы взять 3 стрелка И 1-1 Нет, стоп, 30 стрелков у меня и так собирают Нет, все правильно Все правильно, нафиг место, оно тут не нужно Собственно, вот самый Грэнджер Нам остается еще один Грэнджер Мы получаем Дихи второго уровня Угу Давайте еще раз обновим Керри, 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 керри Берем Дихи Берем Дихи Кстати, Рудита Чу Блин, а нужно ли мне его потом собирать еще? Давайте керри все-таки на всякий случай купим Лишимся бонуса золота, ну да ладно Вот, кстати, видите, вот Суть в том, что убийцы прыгают нам за спину И выносят сразу заска, стрелков Если там есть стрелки и так далее В то время как Те, кто у нас на передовой стоят Они идут в бой Соответственно, получается именно так Поэтому лучше всего Если вы против убийцы играете То нужно заполнять нижний строй Для того, чтобы Ну, просто для того, чтобы за ваши спины не прыгали убийцы Так, кто у нас тут? Никого нужного Дия опять Нам остается последний Дия Рафаэль Но у меня для Рафаэля нету места Поэтому пусть просто постоит Посмотрит, понаблюдает Еще одна Рафаэль Еще одна Воксана Тьфу, еще одна Воксана Вообще просто Воксана Мы ее берем И И нам не хватает еще Сана Так ладно, пускай пока не борется Я сделаю глоток воды Ну, мы, кстати, побеждаем Это приятно В принципе, Керри, Дихи и Грэнджер Ну, короче, Керри больше всех дамага вносит Ей бы хорошо что-нибудь дать Каким-нибудь предмет На скорость атаки Получаем Грэнджера еще одного Мартиса Это прекрасно Рафаэль мы пока не трогаем К черту Второго уровня ей будет достаточно Надо бы вывести Воксану Эстас Я вот не помню Эстас мне нужен Он эльф Нет, Эстас мне тут не нужен Именно в данной сборке Я его хотел в другой сборке поюзать Ну, короче, в этой сборке Мне Эстас не нужен Остается нам последний Дихи Но пока что наблюдаем Побеждаем Змеюк Берем физическую атаку для Керри И зеркало Так, это юзаем на Керри Физическая атака Я на самом деле, блин Физическая атака лучше Грэнджеру У Керри и так есть скорость атаки Давайте, пожалуй, лучше Грэнджеру отдадим Стоп Лучше Грэнджеру отдадим Пускай тоже лучше вновь в сторону Значит, покупаем место Ставим Воксану Получаем еще бонус Нежити Это приятно И нам остается последний призыватель Это Сан Последний Это качи Это значит два места Девять И для эрудитов И стрелков Остается Клауд Ну да, все-таки Дополнительное место Мне нужно будет Но Клауда нужно сейчас В любом случае брать Так как он нужнее всех То есть Сана можно пропустить А вот Клауда нет Так, мы проигрываем Нас Маша разнесла А хотя нет Мы выигрываем Сейчас Грэнджеру И Воксану В принципе вынесут Вражескую Воксану Это приятно Почти в ничью сыграли Несколько секунд Оставалось до конца матча Так Хилимся И смотрим Что у нас тут есть А у нас тут Нету ничего Значит обновляем Берем Воксану Получаем Ничего мы не получаем Но Тут уже появляются Легендарные персонажи Еще раз обновим Сан Его просто покупаем Ставим вот сюда В сторону И знаете Я наверное зеркало Одно Заюзаю на Диге Получаем третьего Диге И пускай он будет Потому что Нам это в принципе Будет полезно Тем более у нас Есть еще одно зеркало Так что если что Из него Заюзаем еще раз Выносим противника Так у нас Убийцы Бойцы Ну такие себе сборки На самом деле Видел и посильнее Хотя вот Убийца Империя Да она сильная сборка Но там нужно правильно Персонажа подобрать И артефакты Тогда на ней можно Выносить всех и вся Так Заск Заск у меня второй Давайте возьмем Поздравляю Мы получаем Клауда Но только нам его Некуда поставить Если мы 3 продадим Получаем 6 Нет не получается Собственно сейчас мы Что мы сейчас Мы сейчас Выигрываем матч Или проигрываем матч Нет мы выигрываем матч Покупаем место Ставим клауду Ставим Получаем бонус Эрудитов И стрелков И нам начинает капать Дополнительное золото Что очень приятно И помимо этого Наши сталки Наносят более повышенный урон За счет своих критых Скрытых критов И собственно Вот можно забрать Дополнительное место Тут конечно Это токачи есть Который нам пригодится Но нет Мы забираем Дополнительное место Потому что мало ли мы Сможем собрать сборку Нет мы в любом случае Сможем собрать сборку Так Рафаэль Рафаэль отдыхает Выставляем сана Получаем полностью Бонус призыватель Покупаем еще одно место И ставим клауда Двигаем Рафаэль Ставим клауда И поздравляю Мы собрали полностью Нет не полностью Нам остается еще один Гатакача И вот после того Как мы соберем Гатакача Это будет полная сборка Та которую я планировал Изначально Но под нее все таки Нужен генерал олень Но скажу так Даже в таком Ну даже такая сборка Она очень приятная Единственное Только нужно На клауда Пожалуй на клауда Сейчас нужно будет Переставить шмотки Потому что он вносит домах Во-первых По массе А во-вторых Он вносит домах Намного больше Чем Грэнджер Даже с учетом того Даже с учетом того Что У Грэнджера Две звезды И два предмета Поэтому мы сейчас Просто представляем Представляем на него Предметы И тогда наш Клауд Начнет выносить Просто отлично Так значит Переставляем вот это Вот Переставляем это Я бы на самом деле У Керри бы забрал Скорость атаки Давайте тоже заберем У Керри Окей У Керри Почему-то не забирается Кстати да Нужно поменять их местами Смотрим дальше Так Ну Готокачи Нам пока что Что-то не выпадает Давайте разок обновим Нет Нет У нас пока нет У Готокачи Смысла не вижу Покупать дополнительное место Когда выпадет Тогда да Можно уже Так что поэтому Пока что поролим Посражаемся Как раз у нас Получится скидка Уже на место И тогда уже купим Странно Я не понимаю Мы проигрываем Или выигрываем Вроде как бы Вроде как проигрываем Да мы проиграли А вот это кстати неприятно Против кого мы сражались А мы в ничью сыграли Блин Я не посмотрел Против кого мы сражались Мне не интересна его сборка Получаем Готокачу Покупаем место И выставляем Готокачу И вот теперь у нас Полностью сборка Значит Давайте посмотрим Кто у нас остался У нас остался Так у этого человека Нету Дихий Значит мы сражались Против Юмар Юмапр Юмапр Юмапт Сложный ник Эрудиты Бойцы Призыватели Небесные Ну короче у него почти Такая же сборка Но 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 У него А я понял почему Я на Клауду не могу поставить Потому что у меня на Клауде Стоит сапоги Возвращаем их на Заска И это возвращаем на Клауда Так что он с пошмотком Вот это вот и Скорость атаки Магическая сила Знаете я пожалуй возьму Магическую силу И поставлю ее на Где Заск Вот он Заск Может быть конечно я глупо поступил Но Посмотрим Рафаэль Берем Сана Юзаем сразу одну зеркалку на Сана Получаем Сана третьего уровня Гатакачу берем И вторую зеркалку Мы юзаем на Гатакачу И получаем Гатакачу второго уровня Не знаю стоит ли ее Пытаться дальше дособрать Она второго уровня у меня Вот даже не знаю честно говоря Вот Клауд собственно Мы переставили все предметы на Клауд И он сразу начинает Грубо говоря улететь То есть сам начали раунда Он начинает ульту И как вы можете заметить Он просто выносит Всех противников сразу И Ну просто посмотрите на его урон 26 тысяч По сравнению с остальными Да давайте Так Дальше что у нас Минотавр, Торизла Тут никто не нужен Обновляем дальше Дальше смотрим Ищем смотрим Заск Давайте возьмем Сан Клауд Собственно Блин вот да Нам нужно еще один Клауд Сан у нас второго уровня Я его не собираюсь Больше поднимать Пока что Мне нужно Мне нужен один Клауд И одного Оксана Для того чтобы Просто этих персонажей До второй звезды довести Также нужно еще много Засков Так Мы против Зеркала играем То есть получается Я даже не понимаю Вот честно говоря Я не понимаю Смысл этого зеркала То есть мы против Сами себя играем Или против кого Тут написано Против Янаута Играем Но Ладно Странно А ну мы сражаемся С Янаутом А Ахилл играет Зеркалом Получается Собственно Ахилл Проигрывает И уходит Отдыхать Извини Ахилл Получаем Вторую Третью Оксану Получаем на нее Вторую звезду И листаем дальше Никотокачи Я тебе уже не буду собирать У Грэнджер У Грэнджера и так Две звезды Ладно Пока что оставим Мартиса я не собрал То есть мне не хватает Трех Мартисов Вообще Кстати сборка Сборка Очень мощная Но Тут главное Главное Просто достать Клауда Доставим Клауда Собираем Небесных И считайте Что вы победили Потому что Клауд Просто при Собранных предметах И при Небесных Он начинает Носить в домах Очень люто Хотя если Может быть я ошибаюсь Нет Всех героев Так что да Клауд и Небесные И пару предметов Хотя тут Клауд Как-то плохо собрал Собственно На этом все Мы побеждаем Это прекрасно Оставляйте свои комментарии Предлагайте свои идеи Попробуем их собрать Подписывайтесь на канал Всем пока Увидимся в следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok